Муравья Вот это вот ему не понравилось Стал разглядывать Муравьи снуют Вижу абрикос лежит упавший Между стволом ветка На нем штук 15 муравьев На одной ветке висели два абрикоса Один поменьше не созревший Другой побольше налитой На нем штук 6 муравьев Вижу что он тоже немного поедет Но срывать не стал На третий день на нем появилась гниль Потом он упал Я раньше замечал такие дырочки На собираях муравьев Он не знал откуда ноги растут Теперь понятно польза муравьев Чтобы они быстрее падали Чтобы пользы Но видимо тут кавычек нет Чтобы быстрее попадали грибковые болезни И они их разносили по всему дереву Сначала я грешил на ос За эти дырочки Но ос у меня нет в этом саду В этом году Да и те грозят яблоки Вот Теперь смотрите Почему Вот я с ним Мы дружим много лет Для 4 дней стоит дождливая холодная погода Движение муравьев не видно Абрикосы не зреют В общем смотрите Он обвинил муравьев в том что они испортили плоды Туда попадала грибковая болезнь и так далее Значит мы сегодня специально По этому письму Вот Ну не успели мы эти фотографии разместить Да Мы ходили по саду На следующий раз покажем Что мы покажем Мы покажем что не только упавшие Едят муравьи Но и на веточках У нас также было очень много дождей У нас в этом году Прямо абрикосы Лопаются Лопаются И Сразу Когда они теряют прочность Из них Аж столько Сахара не вытекает Они настолько сладки Что Естественно Вопрос Что вперед ставить Лошадь или телегу Естественно Что они Являются лакомством Невероятным для Муравьев Мы с ними фотографировали муравьев Не только У паданки Где упали Как яйца разбились Там полно муравьев Но и прямо на деревьях Там где уже лопнули Но Тем не менее То что мы видели мы вместе Мы пришли к единому мнению Это их доля Они не были Плоды Сняты вовремя Вот И Переспели Переспевшие У них еще больше сахара Еще меньше кислоты И они являются Лакомством для муравьев И это их доля муравьев Доля защитников сада Мы с ними щедро делимся Потому что У нас в этом году Урожаи Такие Сколько мы сегодня Раздавили Как бы мы ни старались Обходить Слоем лежат абрикосы От 20 до 100 грамм Вот Мы их давили Давили Мы перестали смотреть под ноги Потому что невозможно Естественно Сколько бы ни было муравьев А им все равно Количество Они ведь не наедятся Этими абрикосами Им надо Мяска Вот Поэтому их ровно столько Бывает в саду И им невозможно Размножить сверху Это я просто догадываюсь Сколько я съеду Столько будет муравьев Сверху этого не будет Вот Совершенно Николай Придерживается Абсолютно Противоположного мнения Абсолютно Вот Что в данном случае Я просто делюсь с ними Нет Они со мной делятся Они же не знают Что мы есть Они же не знают Про нас Они живут своей жизнью Они защищают Природу Я когда-то говорил Когда-то Ненависть к муравьям Вы то ладно Вас просто не приедете Ага Они разносят Это Да не разносят они ничего Вот Гниет значит Будет гниль Гниет Гниет значит Будет грибковая болезнь Перезрели плоды Вот А то что я говорил Когда-то У нас же как Браз Министерство сельского хозяйства Берет и Говорит Все Они посмотрели Эти импортные фирмы Там где все яблоки ломятся На этих На карликовых яблоках Все И мы будем Понятия не имея Что Плодушки Они у нас Замерзают так быстро Что Дерево будет Уже достигнуть Плодношения Потом будет Мороз под 40 Плодушки все замерзнут А новых не будет Потому что Корней искусственных Мало Они Это ограниченное количество Но прирост там не будет А прирост Еще уничтожает Я тут без вас показывал Немножко Вот А прирост уничтожает Тут Примерно уничтожено 70 процентов Да Примерно Да 70 процентов Вот Вот они болезни Все как положено Вот То есть Вот этот сад А это был приказ А теперь представим себе Что науке скажут Кто-то топнет такой Сволочи Муравьи А это они оказываются Сады-то губят То есть Сказано сделано Появляется Генетическое оружие Против муравьев Вот Муравьи Начинаются Это так Как у нас гриб То есть Они общаются друг с другом По всей планете Кстати Сказать Кто не знает Они же Гигантские муравейники 100 миллионов муравьев Я пробовал Представляете Каждый знает свой маневр Это невозможно У них количество Степеней свободы Такое Что каждый муравей Выполняет свой уровень Что Если это все перемножить По теории вероятности Это Это Невообразимо Триллионы То есть Остается только вариант Внешнее управление Внешнее То есть Это как часть Какой-то гигантской Компьютерной системы Ну живой Не вот этой вот Вот наш компьютер из железа Да А это живая Система Но тоже компьютерная И у них программа 100 миллионов муравьев Каждый делает Не одно и то же Там Бегут в одну сторону А В сумме получается Сложнейшее хозяйство Которое посложнее Чем в нашем министерстве Сельскохозяйства Вот Один муравей 100 миллионов Ну Население Крупного Государственного Вот И кто-то Возьмет Из Обеот Ну никакой умный Я думаю И он начал их уничтожать И пошла по цепочке Их нет Все Умираем с голоду Мы до последнего человека Погибает деревья Погибает все Вот этого они понять не могут А Николай просто увидел Ну Перепутал Причину следствия Я надеюсь не обидится Мои старые друзья Я вынужден сказать Николай Потому что Днеприс Муравьям Она настолько сильна Что Да он у меня В этом Я уже молчу Гостевой Там сошлись Стенка на стенку Противники Муравьям И сторонники Так зачем А Вот тут видите написано Сорт Курдюма Я просто напоминаю Сорт Курдюма Это переделанный академик Потому что еще Что там говорить Я и сам уже перестаю узнавать Так Вот это вот Я Эмоционально сказал А дальше Я же отвечать Вынужден был Письмо в виде Потому что Это было письмо гостевой Николаю и всем Постоянные дожди И прохладное лето Вот У меня гостит Непредупрежденный Садовод С классическим Образованием Савельевич Е.А. Еще один гость Делает фильм за фильмом Прямо в саду Обе гости Не нашли Ни одного пятнышка Плесень на абрикосах Правильно? Да Вот Заметьте Ну что интересно Считается Самый нежный Это абрикос Так Самый неустойчивый Самый нежный В смысле что Нежный в смысле Беззащитный против Вот Если просто плесень Она должна жрать А она На самом-то деле Не жрет Это Одно из моих Великих открытий Потому что Это знаете как Все смотрят Вот плесень Вот дерево Вот лист На котором Она И все думают Вот она грызет лист Она не грызет Она ждет Когда мы дерево погубим Она не сразу погибает Конечно Она здоровая Она начинает слабеть Листья начинают Не сразу Жухнуть Там чернеть Мы еще не видим Этого А лист состоит Из клеток И устиц Так Значит А устица Это так сказать Норы Попросту говоря Я представил себе Глуп же не вникал Я не знаю Но я представил себе Что Какая-то Еще только Чуть-чуть Отдельно клетки Начали погибать Одних не одновременно Раз Пришел А он черный Нет Вот Или желтый И вот тут А Споры Уже цепляются За мертвый А если он Как мы ходили Мы смотрели 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 Ну нету А ведь Смотрите На яблонях появились Парша появилась на яблонях Не на всех Мы видели На одном На двух На моих яблонях Еще появилась На грушах А абрикос цел А он наоборот Он должен был Наоборот Абрикос В первую очередь Погибнуть Почему Потому что Вот так Ну читаем дальше То есть еще раз Здоровое дерево Никаких грибов не трогают И не надо никаких А больное уже все Эти не помогают Так Одна из догадок Пытаюсь понять в чем дело Это смешанные Перемешанные Сады сортов Трех континентов Каждое дерево Влияет на соседей Действуют социальные лифты То чего у нас нет У нас же как Элита обособилась Сгниет И опять будет то что было И опять восстание Я серьезно говорю Это не шутки Страшно Думаю иногда Умереть бы раньше Чем начнется Ну честно Вот Социальные лифты Они не действуют Это значит Вот Тимошка Да Если что-то не изменится Он будет самый умный Самый грамотный Он у меня сейчас Самый сильный Самый это Умный там в группе был Самый это Так Вот Мы с ним занимаемся Как к этому Он Всегда останется кем Как его папа Как его папа Там Копать землю Вот это его ждет А А там все сгниет Потому что они свою элиту готовят Ну да Ну там понятие честь Совесть Там Не присутствует Нет Так вот слушайте дальше Я отвлекся Действует Социальные листья А в саду действуют Дикие Полукультурные Опыляют без зачатия Друг друга И много лет Дикие Полукультурные А еще надо было это Культурные написать Слова не хватает А по региону Продолжают гибнуть Абрикосы Вот Особенно Это вот это вот Следствие вот этих вот Начитались Особенности Именно этого лета И выяснили Я впервые увидел Разламывая именно И только Случайшие плоды Внутри десятки моралев Да Я Разламывал тысячи плодов Я все же сих ем Вот Я впервые увидел Перенасыщение влаги Так Плоды стали Ну как Надулись Надулись Может быть Я зря в это Хвастаюсь Может быть Не было бы дождей Было бы 80 Больше бы все равно Не набрали чем могут Ну Они же лопаются на глазах Особенности этого лета Внутри десятки моралев Ну мы Правда Не так много Мы их искали Чтобы сфотографировать Учитывая очень большое рожание Жалко Пусть едят Вот это самое главное Зато службу знают Весь я чистая И без дырок А это здоровья будущих Редактор субтитров Корректор субтитров